Эпизод 33. Бред какой-то. Воскресенье, день, Погорельский, переулок. Водителя с собой в квартиру я решил не брать, поскольку в этот раз знал наверняка, что никаких незнакомых людей там не будет. Однако попросил его сопроводить меня до лифта, на случай, если охранник привяжется. Но охранник не только не остановил нас, но даже приветственно кивнул головой. Надо же, какая память на лица, подумал я. Уверенно вставив ключ в замок, я открыл дверь. Сердце мое при этом забилось в очищенном ритме. В квартире по-прежнему витал тот самый нежный запах, который я уловил в первое посещение. Духи? Но почему я их раньше не замечал на линии? А может, это не духи, а какой-то особый женский аромат? В любом случае, я отметил, что он мне необыкновенно нравился и наводил на мысли о любовных ласках. Хотя в этом отношении опыта у меня пока было маловато, зато хорошо работало воображение. Я снял пальто, кинул перчатки на столик в прихожей и прошел в гостиную. Там все было как в прошлый раз. Лишь розы в вазе слегка померкли. Между их колючих стеблей все так же лежала моя записка. Значит, дома Лина еще не была. Странно. Может, уехала в срочную командировку? Но почему же тогда к ней невозможно дозвониться? А вдруг с ней что-то случилось? При этой мысли меня обдало ледяным холодом страха. Нет-нет, стал уговаривать себя я. Если бы действительно что-то случилось, то она не держала бы меня в неведении, а упомянула бы об этом свои записки. Я собрал с дивана журналы, сел и закрыл глаза. Мое сердце по-прежнему учащенно билось, а голова слегка кружилась. Это все от нервов, подумал я. Зря, конечно, я отказался от предложения остановиться у нее. Вот что-то даже про этикет наплел. А на самом деле я просто чувствовал себя немного неуютно, поскольку не знал, как себя надо вести в таких случаях. Ведь мне никогда раньше не приходилось ни с кем делить личное пространство, тем более с женщиной. Маман я в счет не брал, так как в Монако дом был огромный, и иногда я ее мог даже целый день не видеть. А здесь? Лина была бы совсем рядом, буквально за стенкой, в другой комнате. Ну, и в какой-то момент даже и в одной кровати. То ли от витавшего в воздухе нежного аромата, то ли от мысли о кровати, но мне вдруг очень захотелось увидеть спальню Лины. Я некоторое время колебался, размышляя над тем, будет ли мое любопытство уместно. Ну вот, светский этикет ненавижу, а сам сижу и глубокомысленно анализирую, уместно ли мое желание зайти в спальню своей девушки. Бред какой-то. Субтитры сделал DimaTorzok